В эфире, это прямой эфир, да, но поскольку он не анонсирован, поэтому народ уже будет заходить по стопу по стопу, нам же важно то, что запись сразу пойдет в распространение дальше. Вопрос, который задают, и в том числе в этом чате сейчас, нода-то что делать 5-го числа? Вот, и что делать, если, ну уж не хочется сценарий пока рассматривать, давайте вот пока рассмотрим сценарий, что нода делать 5-го числа? Значит, победа, победа нода, это восстановление суверенитета. Функция антимайдана, которую мы выполняем, потому что антимайдана в стране нет. Потому что тот антимайдан, который был создан, он не идеологичен, поэтому он не способен. Вот сейчас предлагают делать антимайдан на базе МГЕР Единой России. И где они-то хоть? Тоже их не слышно. Ну это анекдот. Ну мы же все понимаем, что антимайдан на базе Единой России, это анекдот. Ну так ведь? Да это провокация. Герцов, если то можно. В Армении, кстати, тоже был антимайдан. Он был вовремя распущен тем, кто его организовал, потому что он был не идеологический. И в Киеве был антимайдан, он был не идеологический. То есть они стояли не за отечество, а по другим причинам. Поэтому кто их собрал по принципу, каждый вуз по студенту, каждый завод по шахтеру, тот и распустил. Антимайданы за отечество могут быть только идеологические. То есть по идеологическим соображениям, вот я уж так аккуратно скажу. В России антимайдана нет. Эту функцию, к сожалению, приходится выполнять ноты, хотя это не наша функция. Фактически мы единственные защитники отечества. Вот по-честному. Государство против отечества, потому что государство оккупационное, так понятно. Массовое общественное мнение против отечества, потому что оно не понимает вообще в системе координат, в какой живет. Ну кроме четверти процентов. Потому что они государство отождествляют с отечеством. Они вообще против отечества. Они не понимают, зачем им отечество надо. Слово отечество в России запрещено. Обратите внимание. Я вам помню, в советские времена слово отечество было высшее в смысле и ценности. Почитайте Пикуля, советскую школу, историю и так далее. Сейчас это слово запрещается. Вместо него поставили слово Родина. Но Родина и отечество разные вещи. Родина может быть в оккупации, а отечества нет. Вот это все подготовленная вещь. 25 лет американцев. Они же не просто. Они ведут конкурентную борьбу. Столетнюю, тысячелетнюю Россию. И они рассчитали все на десятки лет вперед. Они долбанули по Советскому Союзу. Не стали брать сразу. Взяли кусочки Прибалтика военным путем. Там, 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 за Кавказе. Потом еще раз. Следующий удар уже по Чечне. Начали кусать Россию. Запускали процессы уже здесь. Потом появился Путин. Они откатились назад мягко, аккуратно. Ну хорошо, не готово. Биштекс попробовали. Нет, биштекс не готов. Не доварился. Прижит, пусть доварится. И они, в принципе, знают, что хотят. Они переваривают Советский Союз. Который сразу переварить нельзя. Потому что это гигантское государство. Неужели гигантское отечество. Гигантское государство. Создавалось тысячелетия. Конечно, они не могут с налета его взять. Понятно. У них как бы как удар. Покусич, вы знаете, мне кажется, в нашей, во всей деле, наверное, вот это сейчас понятие отечества, оно, наверное, самое важное. К слову, говорить, если про диалогиум. Потому что оно действительно достукивается до сердца людей. Мне сегодня буквально с утра позвонил человек. Он говорит, я вот вашу газету взял, молодой человек. На 1 мая мне раздали ваши активисты в военной форме. И говорит, статья про отечество меня так затронула. И уже потом я прочитал всю газету. В общем, я хочу к вам вступить. Поэтому вот это то поле, которое, мне кажется, надо нам всем. Я вот сейчас, потому что нас смотрят нодовцы. Поэтому бить по этому моменту. Он такой. Абсолютно вправо. В крови у людей. Да, конечно. И это включает механизм. Это встречает древний механизм выживания. Без этого механизма мы бы ни тысячу лет здесь не жили. Наши предки, деды не построили бы это государство. Для нас это кажется, для патриотов, которые, как говорится, в теме информации, это вроде как бы естественно. А это же не так. Конечно. Так за 25 лет вы убрали из головы. То есть, смотрите. Отечество позволяет строить. Мы все-таки антимайдан обсуждаем. Антимайдан это все-таки разрушительный процесс. Вы разрушаете колонны врага. Это не совсем нодовская тема. То есть, нод это строители богатого, свободного, независимого восстановителя государства, отечества. А антимайдан это все-таки защитная функция. Это скорее самооборона. Это вообще как бы не нод должен это делать. Это нод выполняет эту функцию, потому что пусто. Потому что в головах пусто. То есть, это силовики. А нод это идеологи. Ну, силовики и государственная часть тоже. Конечно. Но строители. Понимаете? Строим, восстанавливаем отечество. А антимайдан это защитники. Это другая как бы функция. Другое министерство. Вот и то, что его нету в России, и мы вынуждены выполнять его функцию. Это к вашему вопросу про пятое число. Значит, про пятое число. По нашей информации, к пятому числу Навальный подготовиться не успеет. То есть, грубо говоря, пятого числа команда украинским боевикам, команда игиловцам по терроризму еще не поступила. Олигархи заговор свой плетут уже давно, несколько лет, но они его еще не подготовили. Это информация от источников. Не подготовили для непосредственно уличного восстания. Военные компоненты, она обязательно должна быть, военная часть переворота, вот как в Армении. Батальон, два батальона, полк, тоже по нашей не готовы. Может быть, это им как бы обхитрили службы. Может быть. Но поскольку это нужно несколько клавиш, то даже если одна из клавиш у них будет подготовленная, грубо говоря, военный заговор какого-то там батальона, этого недостаточно, чтобы сломать ситуацию. Поэтому сегодня они пятого числа выходят не на захват власти в России, а не пятого числа выходят на подготовку захвата. То есть, если хотите, это разведка боем пятого числа будет. Ноду в разведку боем вступать пятого числа как организации не нужно. Там, где есть возможность, наши, на мой взгляд, петельщики должны идти в эту группу. Это еще группа мирная в целом. И с этой группой вести работу. Но так, чтобы это было как бы спецпроект НОДА, мобилизация НОДА, пока рано. Вот второй, третий раз, когда они пойдут, уже пойдет раскачка. Вот тогда нам потребуется уже интегрироваться в систему более жестко. Сейчас пока предварительно мы должны обозначиться, должны пойти в группы, должны зафиксировать, должны получить разведданные. То есть, реагировать надо именно на разведку боем, а не на тотальное наступление. Военные знают, если ты на разведку боем отреагируешь всеми своими силами, разведка боем удастся. Понимаете, да? То есть, он вскроет все твои силы. Вот этот момент, тонкая грань. Ну, ну, люди подготовленные, они меня поймут. Да, вот эта тонкая грань. То есть, частью сил. Технологически, 5-го числа, я думаю, что Навальный вытащит не больше десятки. Вот так сейчас предварительно скажу. Это пока еще явно там силы предварительно майданного батальона. Это явно не силы, а на это. Уважаемые друзья, граждане России, участники Национального освободительного движения, хочу обратиться со срочной новостью. Завтра, 5-го мая, в час, на Пушкинской площади, участники Национального освободительного движения с союзниками согласовали митинг с общим направлением лозунгов на предоставление полномочий Владимиру Владимировичу Путину на поддержку президента накануне инакурации, для того, чтобы он получил возможность подачу от народа для запуска реформ по освобождению нашего Отечества. Важное мероприятие. Я там буду участвовать. Мы там встретимся, обсудим, поговорим. Приглашаю всех участников Национального освободительного движения Москвы, окрестностей, всех граждан Российской Федерации на завтрашний митинг в час дня Пушкинская площадь в поддержку Владимира Путина и его реформ.